Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как отпустить человека, который для тебя очень дорог? Пока много плащ и грущей, не могу переключиться, что-то произошло, причин я не знаю, стоит поговорить, написать письмо. Нет, ну, пока вам больно, наверное, не стоит писать письмо и разговаривать, потому что, скорее всего, вы только испортите, скажем так. Ам, испортить только ещё больше, вот, если человек решил с вами рассказать, вот, то вряд ли его решение это изменит, если только вы не вызовете у него чувство вины, и он не останется с вами из чувства вины, что вряд ли можно назвать хорошим мотивом для того, чтобы быть с кем-то вместе. Вот, это первый момент. Второй момент, если человек с вами не рассказал, вот, то, вероятно, ну, возможно, очень, очень возможно, что ему будет просто вас жаль, ну, вот, и, соответственно, это, ну, жалость, она, опять же, да, ничего хорошего не принесёт ни вам, ни ему, ну, вот, вашему, вашему партнёру, в смысле, вот. Поэтому я не думаю, что стоит, по крайней мере, сейчас, на данный момент, идти с ним на контакт, особенно, если вы, вот, ну, если вы так вот себя чувствуете, да, если вы себя ощущаете сначала, нужно, на мой взгляд, сначала нужно разобраться в себе, вот, сначала нужно понять, вот, всё-таки, да, что произошло между вами, вот, нужно увидеть, о чём переживаете вы, нужно развести ваше чувство, вот, ну, в том смысле, что есть разница между тем, что человек вам дорог, например, и тем, что вы, допустим, ну, не хотите или боитесь его терять, вот, на самом деле здесь разница, есть разница между этими, этими двумя моментами, вот, и мне бы очень хотелось, чтобы вы эти моменты для себя ну, разгар... ну, разграничивали, вот, потому что если вы не будете этого делать, то вы рискуете разрушить ваше отношение с человеком и рискуйте потерять действительно его, потому что то, что происходит, например, с вами, ну в смысле то, что вы чувствуете, что вам плохо, больно и так далее, это больше история про нас, то есть это история про ваше собственное, эмоции это история про ваше собственное, переживания, так скажем, вот и на мой взгляд это нужно отличать от того, что вы чувствуете к другому человеку, то есть это нужно отличать от того, что вы, ну, например, хотите сам, да, Это нужно отличать от того, что... чего хочется вы. Это нужно отличать от... того, что вы хотите для себя. Это нужно отличать от той проблемы, которую вы решаете на данный момент посредством другого человека. То есть это вот необходимо разграничиваться, необходимо развести два этих понятия. Чтобы не сводить все в одну кучу, чтобы не сводить все в одну и чтобы выбирать, чтобы выбирать, чтобы выбирать на мой взгляд, более корректное, я бы сказал, поведение. Скажем так, для себя. Это очень важный момент, на мой взгляд, на мой скромный взгляд. И именно с этим вам нужно в первую очередь разобраться. Дальше. То, что вы сейчас чувствуете, то, что вы сейчас чувствуете, это история про травму вашу. То, что вы ощущаете, это вот травма. Психологическое для вас это потрясение и у нас тут стало это возможным, то есть ваша, ваша, ну, ваша травма, вот. А стало возможным благодаря тому, что вы невр… 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 выстраиваете отношения, на мой взгляд, с своим партнером. Вот. Ну, это моё мнение такое, я, конечно, не берусь как-то вот здесь сто процентов утверждать наверняка. Вот. Ну, мне кажется, что в этом заключается ваша основная проб… ну, ваша основная проблема. Вот. А если мы говорим опять же о вашем состоянии, которое сейчас вот… и, ну, которое сейчас у вас есть. Вот. 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 Такая история. Такая история. Вот. Поэтому ваше… эээ… ваше желание… эээ… человеку написать. Вот. 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 Для меня понятно. Вот. Вот. Потому что, ну, для вас это способ обратиться со своими переживаниями. Ну, вот. Вот. Способ такой, я бы сказал, да, снять напряжение, вот, которое… ну, которое вот сейчас вы чувствуете. Ну, вот. Я прекрасно вас понимаю, но я боюсь, что это ни к чему не приведет. Вот. Ну, на данный момент, по крайней мере, да, ни к чему это не приведет. Ни к чему не приведет. Вот. Кроме только лишь вот какой-то боли, да, какой-то болезненности, вот это ничего вам не даст к тяжелым. Вот. То есть тут нужно, на мой взгляд, нужно к этой ситуации подходить несколько более, как бы так сказать, несколько более осознанно, что ли. Вот. Если, если вы к этой ситуации не подходите осознанно, то вот проблема получает в таком, ну вот, в таком случае у вас, к сожалению. вот то, что я мог бы вам сказать сейчас с точки времени психологии. вот. Вот. Мне очень, мне очень жало, что вы оказались вот в такой, ну, в такой, значит, в такой ситуации. мне очень жало. Вот. Но, тем не менее, если вы, если, если вы в ней уже оказались, вот, то нужно стараться, по крайней мере, из нее выбираться. вот. Вот. То есть как-то вот смотреть, как-то вот корректировать, выбирать для себя, ну, пути, которые подходят вам больше. Вот. И, возможно, признать, что что-то из того, что вы делали, да, вот, что-то из того, как вы, ну, действовали, вот, возможно, не является, чем-то, 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 что отражает вас, отражает ваше желание, отражает ваши потребности. Вот. Хотя тут, тут, в этом, ну, в этом смысле тоже, тоже есть, конечно, нюансы, вот. Тоже есть, там, какие-то, вот, тонкости, вот, на, на которые стоило бы обратить внимание, ну, ваше внимание. Вот. Вот, пожалуй, как-то так я бы ответил вам на ваш вопрос, который, который вы задаете, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Вот. Буду вам благодарен, я за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.